Мы приветствуем Артура, интересуемся, готовлю он к диагностике, доверит ли он нам своё биополе на период сеанса. Доверит. И я даю команду на счёт три. Скэнер начинает сканировать пространство над головой Артура под ногами. Все семь тонких тела Артура находит всё. У него плата синего дракона. Хорошо, синий дракон. Тебе не мешает? Нет, но они так медленно выходят. И усиливаю потоки энергии в комнате. Один, два, три, повыскакивали все, быстро. Инзиктоид есть. Инзиктоид, хорошо. Бес. Бес. Арахноид. Арахноид. И сукуб. Хорошо. И сукуб. Хорошо. Пять каналов. Или к плате отдельный канал идёт? Плата в нём пока. Хорошо. Считай цифры у синего дракона над головой. Три тысячи двести сорок один. Угу. И у Беса считай цифры над головой. Восемь. Восьми герцов. Хорошо. Вы знаете, где вы находитесь? Все знают? Да. Хорошо. Тогда я вам сейчас расскажу правила. Сейчас начнётся чистка и реверс энергии. Мы отдадим вам тёмную энергию. Заберём светлую. Пройдёт рассинхронизация. Проверка двумя миллионами герц. Если вдруг кто-то что-то забудет или оставит, он просто сгорит. И все, кто пройдут проверку, первый раз уходят на свою чистоту. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете отвечать мне на эти вопросы. И если кто будет мне мешать, того я буду наказывать. Я не хочу, чтобы это произошло. Поэтому призываю всех со мной кооперировать и отвечать на мои вопросы. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Артура спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенные низковибрационные энергии в его биополе. Один, два, три. Выстраиваются каналы. Сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Артуру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Плата еще в нем находится, Вера, да? Да. Хорошо. Я даю команду на счет три. Это плата отключается безболезненно для Артура. Один, два, три. И выходит, зависает в воздухе. Готово. И отправляю эту плату в отдельную клетку. Один, два, три. И выстраиваю к плате канал от Артура. Один, два, три. И реверсом отчуждаю всю чужеродную патогенную низковибрационную энергию, которая находится на чистоте этой платы. Один, два, три. Пошла энергия, если такова есть. Усиливаем потоки. Идет энергия? Да. Отлично. Хорошо. Так. Синий дракон, как долго ты находился в этом биополе? Четыре года. Четыре года. Хорошо. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? Два. Два года. У тебя есть инкубатор? Есть. У него потомство есть. И потомство есть. Хорошо. Так. Бес, как долго ты находился в этом биополе? Три. Три года. Ты привел суккубы или он сам пришел? Суккуб сам пришел. Хорошо. Арахноид, как долго ты находился в этом биополе? Шесть лет. Шесть лет. И суккуб, как долго ты находился здесь? Три. Три года. Хорошо. И Бес тоже три года. Кто был ответственен за проблемы с кожей у него на лице? Из вас. Молчат? Нет. Рахноид, инсектоид и дракон. Кто из вас объяснит мне вот эту вашу веселую компанию? Как вы воздействовали так, что у человека были проблемы с кожей, есть проблемы с кожей на лице? У инсектоида и рахноида потомство, которое ему мешает, раздражает его. А у дракона? А у дракона вот эта плата, она почему-то каковато. Причем она в двух чакрах синий и голубой. Дракон, объясни мне, что это такое? Рыхлая. Почему? Мягкая плата, устраивалась под него. Как ты наносил ему ущерб с его кожей? Ты мне это объясни. Как это твоя плата влияла на кожу лица? Делала такой же его рыхлый. А зачем ты это делал, синий дракон? Он показывает кислоту какую-то, которая разжижала его плату. Откуда эта кислота взялась? В рахноида. То есть от рахноида спускалась вниз какая-то кислота на твою плату и разрыхляла твою плату и как следствие этому била по коже? Да. Какие вы веселые ребята. Понятно. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончено. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Артур забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у него забрали, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Артур себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И отдельно выстраиваем канал к этой платье и забираем все назад, которая возвращается до последнего микрона назад. Да, будет так, а так и есть. Кто из вас присутствует в квартире? Мы сегодня будем ее чистить. Дракон. Бес. Хорошо. Я после чистки отправлю вас в квартиру и после этого минут через 15-20 приду в эту квартиру, соберу все, что там осталось. Бес покажет мне, где находятся открытые порталы в квартире. И я за это соберу ему еще всю темную энергию, которая находится в этой квартире в дорогу. Потом отпущу всех на их чистоту. Это касается дракона и беса. Все понятно? Да. Хорошо. Итак, бес, давай рассказывай причину твоего прихода три года назад. На какую чистоту зашел? Покажи ситуацию. Объясни все, что ты делал и что ты установил. Приступай. Ну, частот много, подходящих под мои частоты. Ты можешь их озвучить. Хотя бы некоторые, самые сильные. Я озвучу, на что зашел я. Давай, на что ты зашел, конечно. Речь о тебе. Покажи эту ситуацию, которая была, чтобы мы ее поняли полностью. Внутренний страх. Внутренний страх. Внутренний страх. Откуда он взялся? Ты знаешь его причину? Комплекс. Комплекс. Комплекс идет из детства, я полагаю, да? И как ты чувствуешь этот внутренний страх? Как он тебя притягивает к нему? Ты должен быть очень... На лице улыбка, а внутри страх. Я хотела сказать, что я прошел через эту улыбку, потому что вижу внутренний сомнение, страх и комплекс. Хорошо. Благодарю тебя за этот ответ. Скажи мне, есть лярва в его биополе? На горле есть лярва. Ты хочешь меня попросить после чистки эти лярвы забрать? С удовольствием. Хорошо. Когда придет твоя очередь, я тебе дам команду, ты вытащишь все, что ты оставил после этого. Я тебе дам отдельную команду, и ты можешь эти лярвы с собой забрать. Хорошо. Реверс закончился. Реверс закончился. Отлично. Все. Тогда переходим к процедуре вытаскивания все, что осталось. Синий дракон, что у тебя осталось еще, кроме этой платы, которую я вытащил? Ничего. Хорошо. Включай сейчас внутренний белый свет Артура. Один, два, три. И все, что находится на частоте синего дракона, малейшие, наночастицы его энергии, вибрации, его жидкости, все это на счет три начинает выдавливаться белым светом. Один, два, три. И формируется шар перед Артуром. У него фантомные остатки вышли. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Инзиктоид. Выходи. Вытаскивай свой инкубатор. Отсасывай жидкость. Ничего не забывай. Отключайся полностью. Приступай. И докладывай мне потом о готовности к проверке. Так это вот, значит, на лице было побочное явление от арахноида и синего дракона. Они между собой не проходили, а аллергия шла на него. Вот как плата была такая, вот такая рыхлая получалась и кожа. Ему информация идет, что с этим делать. Давай. Ему после чистки нужно будет дать. Она будет сушить, обеззараживать внутри. И точно так же на физическом теле он может делать очень слабый раствор розового цвета и протирать кожу утром и вечером. Точно так же она будет сушить и обеззараживать снаружи. Отлично, благодарим за этот совет. Мы дадим ему здесь на астральном уровне, а все остальное он может на земле помогать сам себе. Еще раз, слабый раствор, обнижающие ранки. На физическом или на астральном? На физическом. На физическом, конечно. На астральном она сама рассчитывает. Все правильно, да. Хорошо, благодарю кураторам. Количество энергии. Несектоид достал. Хорошо. Переходим к арахноиду. Арахноид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Отключайся полностью. Возвращайся в клетку и докладай о готовности. Приступай. У него тоже потомство в голове. И жидкость. Вот эта желтая кислота. А, вот. Ну вот это от арахноида и пошло. Давай арахноид, чтобы вся эта жидкость, чтобы там никакого микрона не осталось. Потому что при проверке, если что-то останется, просто по каналам сгоришь. Проверка будет 2 миллиона герц. Я не думаю, что ты их выдержишь. Он их питал этой кислотой. Понятно. И у нас остался суккуб с бесом. Суккуб, выходи. Вытаскивай все свои ленточки. Корсеты. Все, что ты там в нем установил, вытаскивай. Что он делает, Вера? Он гладит его. Суккуб, я тебя предупреждаю, я тебе сейчас дам такой удар, что у тебя руки отпадут. Если ты немедленно не начнешь следовать моим приказам. Тебе это понятно? Понятно. Приступай. Еще один раз я что-то замечу, я тебя накажу. Он говорит, что такое красивое тело не должно пустовать. Это не тебе решать. Он говорит, что мы еще встретимся. Идут слова от него, любовь к себе. Вот. Да расскажи мне об этой чистоте. Влюбленность в себя. Это твоя чистота? Да. Понятно. Я чего-то ожидал. Открытая дверь для меня. Открытая дверь. Я почему просто ожидал, что это чистота беса. Я думал, это он на эту чистоту зашел. Есть такая проблема, действительно. Хорошо. Бесу нравятся пороки. Понятно. Скажи, как это он... Как ты видел? Увидел. Как ты видишь своими глазами вот этот... О чем мы говорили? Самолюбование. Это самоутверждение. Хорошо. И что в этом конфликтного, в этом предложении? Чтобы самоутвердиться, нужна причина. Не каждый будет заглядывать в зеркало. Он же не пропустит ни одного. Очень интересный. Развернутый. Это причина для нас без. Понятно. В основе которой лежит комплекс. Хорошо. Давай еще два слова по этому комплексу. Этот комплекс был до вас, я так полагаю, да? Непроработанный комплекс. Непроработанный комплекс. И он идет, на мой взгляд, из очень глубокого детства. Вы видите эту ситуацию с этим комплексом? Это и есть страх, про который говорил без. Хорошо, Артур. Отсюда идет самоутверждение. Да. Быть лучше. Понятно. Артур, делайте выводы из этой ситуации. Вам нужно обязательно с гипнологом проработать эту ситуацию. И это не так тяжело, но вы освободитесь от этого чувства, которое вас изнутри сжирает. И поэтому сущности, они пришли просто на свою чистоту. Понимаете? Вы притянули их этой энергией, это их энергия, это их чистота. Они имеют право быть. И они просто пришли за своей чистотой. Он говорит, скорее всего, да, скупь все собрал. Хорошо, благодарю. Так, у нас остался бес. Бес, прошу тебя, выйди и вытащи все, что ты оставил в его биополе и доложи мне. Где он снимает? Руки и ноги. Бес, а как оно воздействует? Что он на него? Твои присадки? Напоминала ему об этом комплекс. Понятно. Ты усиливал, ты хотел сказать. Возбуждалась внутри, да. Хорошо. Скажи, а если бы без твоих энергий, без твоих подключек? Комплекс, конечно, он бы никуда не ушел. Но он бы чувствовал себя менее, не под таким сильным ударом, как сейчас находится. Непроработанный он по-любому останется внутри, пока человек что-то особо не поймет и не отпустит эту ситуацию. Но если бы тебя не было, не так интенсивно было бы это все? Реакция была бы спокойней. Спокойней реакция. Хорошо, благодарю. На многие вещи. Хорошо. Скажешь, когда все снимешь. Снял. Хорошо. Бес, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые находятся в его биополе. Приступай. И возвращайся назад. Готово. Хорошо. И я даю команду на рассинхронизацию энергии Артура с синхронизацией до числового значения 100%. Синхронизация закончилась, и Артур говорит, боже, сколько мусора во мне было, как они все поместились в мое тело. Да, они, к сожалению, могут еще и большим количеством находиться в биополе человека. Хорошо. Я даю команду. Сейчас включаю, Артур, внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет три начинаю выдавливать из него все негативные патогенные остаточные энергии на частоте платы синего дракона, энзиктоида, беса, арахноида и суккуба. Все, что осталось еще, негативные патогены на их частотах выходят и формируются в шар. Он пустые, фантомные. Хорошо. Замраченные энергии выше. Отлично. Под ними открывается портал в галактической дроне, уходит на переработку, закрываем, опечатываем, растворяем. И я даю команду скэнеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. На всех уровнях. Зеленый. Отлично, хорошо. Все все вытащили. Сейчас подхожу к Артуру, кладу руки на плечи, даю импульс высокого вибрационного шока удара и сжигаю все каналы к интерферентам и к этой плате. На счет три. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактической ядро и все каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, опечатываю, растворяю. И под платой открывается портал в галактической ядро, он уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Так, буду отпускать. Значит, у нас идет синий дракон и бес возвращается в квартиру. Бес, как договорились, тогда мы там встретимся и все, потом все вопросы решим. Вы готовы идти? Да, готовы. Да, собирайте все, что там вы оставили и потом я вас отпущу. И ядрою команду на счет три. Открывается портал в квартиру Артура. Один, два, три. И бес и синий дракон уходят в этот портал и дожидаются нас там. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инсектоид готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида. Один, два, три. Инсектоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид готов. Арахноид, ты готов уходить? Готово. Больше не приходи в это биополю. От тебя слишком много яда. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Суккуб готов уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Один, два, три. И суккуб забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Пошли по частотам и соглашениям, контрактам и договорам, где бы они ни находились. Один, два, три. Выходят договора. Да, есть. Хорошо. Он готов их аннулировать. Пусть посмотрит. Активные подсвечиваются, если есть. У него есть миссия. Хорошо. Мы сейчас аннулируем контракты. Пусть он выберет, какие контракты он хочет аннулировать и скажет нам об этом. Сейчас, подожди. Значит, у него есть миссия присматривать за своей мамой в этой жизни. Да, но так как это его миссия в нем отражается как страх за нее, эта миссия вышла на негативных контрактах. А можно чуть больше узнать об этой миссии. Это была добровольная миссия. Это какой-то договор был с мамой, с ее душой. Как убрать этот негативный уровень этой миссии? Ничего плохого нет в том, чтобы ухаживать за матерью, но панический страх и испытывать при этом, это просто полнейшее непонимание каких-то вещей очень важных. Я делаю предложение, если куратор хочет, он может прийти и спокойно нам здесь в комнате диагностики рассказать, если он считает нужным. Нет, он не считает нужным приходить без намерения. Безусловно. Он объясняет, ну как, подожди, он потихоньку выдает это, медленно. Хорошо, подождемся. Он, значит, опытнее душа, чем душа его мамы. И так, как у его мамы за все ее земные жизни. Это первый ребенок. На первый раз мама. А, вот как мы встречаем. Он ей был дан помощь. Ну как помощь. Душа более осознанная, чем она сама. Как наставник, понятно. Да. Хорошо. Как нам убрать этот негативный аспект во всем этом? Это ничего страшного в этом нет, но просто оно перешло на страх. И, безусловно, ему нужно проработать эти моменты. Но как ему объяснить, что это безосновательно? Страх. Когда он знает причину страха. Страх уйдет. Хорошо, Артур. Причина ваша. Вы услышали. Вам подсказал куратор. Мы благодарим его сердечно за эту информацию. Искреннюю благодарность на этом месте, что он вмешался в эту ситуацию и помог ее разъяснить. Я думаю, вполне у него схватит сил, чтобы проработать эту проблему. Поле ответа он сейчас знает. Хорошо, Вера. Итак, мы остановились на контрактах и договорах. Он готов аннулировать ненужные ему договора и контракты? Он готов аннулировать, и ему идет информация, что это не проблема. И чтобы не было страха, надо понимать причину, развивать душу, осознавать, что происходит. Тогда не будет страха, будет знание. Пользуясь моментом, я хотел спросить куратора еще об одной проблеме. Она связана с его детством с отцом. Как эту проблему ему лучше всего убрать? Развивать свою душу. Понятно. И она уйдет автоматически, правильно? Развивая душу, вы прорабатываете все проблемы. Они в конечном итоге становятся ничтожными. Благодарю вас. Зная причину и понимая изнутри эту проблему, приходит прощение сознания. И проблема исчезает и перестает быть. Замечательный ответ. Я благодарю вас за этот глубокий ответ, уважаемый куратор. Я думаю, если Артур… Так и развивается душа. Конечно. Если Артур захочет, он может заказать у нас с вами встречу и задать вам вопросы. Если, конечно, он к этому моменту разовьется. Я благодарю вас. Хорошо. Мы тогда переходим к нашей работе. Верочка. Контракт он выбрал, да? Да, он их все уничтожает. Все уничтожает. Открываю. Хорошо. И пусть повторяет за мной. Один, два, три. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Вернулась что-нибудь? Ну, вот из этой миссии, как вернулась любовь светлая, которой он подсветился. Это любовь вернулась к нему. Отлично. Хорошо. Открываем воронку против часовой стрелки в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Пусть тонкая копия Артура вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 600. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Артура до значения 600 Гц. Пошел подъем. Полная уверенность и знание, кто готов. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Артур, мы закончили вашу чистку. Будем сейчас переходить к вашему дому. Как вы себя чувствуете? Он говорит, что что-то незнакомое и в то же время родное проснулось внутри меня. Разжигает. Это приятно, это щемит внутри чем-то очень знакомым. Работайте над собой, вы услышите. Наслаждение. Отлично. Хорошо. Проблемы со здоровьем у вас скоро решатся. Все остальное, что мы вам рекомендуем, заправляйтесь энергиями, поднимайте вибрации, как мы показали. Скидывайте негатив, выдавливайте из себя. Никакого страха. Страх притягивает только негативных сущностей. Хорошо. Будем возвращать вас назад в ваш биоробот и переходить к вашему дому. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Артура в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическими биороботами и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план. От него идет слово нирвана. Отключайся от Артура и квартиру ты видела, ты стоишь на счет три перед его входной дверью. Один, два, три. Да, я здесь клетка формируется в зале. Хорошо. Я стою в коридоре. Угу. И у него в коридоре заходишь в зеркало и сзади меня получается на двери зеркало. Зеркало в зеркало. Оуу. Портал? И от него, он как, да, канал такой между ними и от них две стороны идут к окнам. То есть, получается, справа и слева в комнатах по два окна. И эти окна, они тоже соединены порталами. Ничего себе. И причем эти порталы, они прям по каналам идут, не просто как стена или что-то. Каналы к окнам идут из дверей по этому каналу от зеркал. То есть, это все полностью соединено между собой. А кто это соединял? Как это получилось? Бес. Пойдем к клетке, посмотрим. Пошли к клетке, кто у нас там? Дракон. Бес. Да. Черт у нас есть. Ага, хорошо. И у нас есть, это рептилоид на конструкции. А репт есть? Рептилоид есть, да. Хорошо. А где Грея? Грея здесь, две воронки здесь еще. Два Грея, две воронки. И что-то еще? Нет, все. Хорошо. Под воронками открывается портал. В галактической дроне уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Рептилоид Грей, как долго вы находились в этой квартире? Шесть месяцев. Что это за портал? Это не ваша работа, вот этот соединенный, который в этой квартире? Как он образовался? Я не пойму. Мы сформировали энергиями. Это ваша работа, да? Наша. Хорошо. Теперь объясни, как он действовал и на что он воздействовал? Что человека ощущал при этом? Попадая в наши порталы, каналы, терял энергию. Если она по всей квартире установлена, то он автоматически в квартире терял энергию, правильно? Она не установлена, чтобы он терял энергию. Это наши каналы, которые идут далеко дальше. Ты что делаешь с этими каналами? Ты по этим каналам отправляешь энергию? Плюс перемещаюсь. И сам перемещаюсь. Это только космический канал или для всех? Космический. Понятно. Это наш канал. Я понял. Хорошо, рептилоид. Шесть-семь месяцев это тоже приличное время. Давай сейчас, давай Грейм команду, чтобы они отключали это все. Я все здесь буду сейчас сжигать, поэтому ничего не забывайте. И как закончите, доложишь. А какая цель эксперимента была, рептилоид? Не эксперимент. А что? Банальный откат? Наши пути перемещения. Это случайно, что ли? Я не понимаю. Я просто никогда еще не видел такой цепи. Это то, что в квартире находится. Я за то, что в квартире и говорю. Я сказал, что это не было целью установки для него лично. Хорошо. Это наше пути перемещения. Что ты делал? Какую энергию ты собирал? Ты как-то призывал его вырабатывать какую-то энергию или он ее продуцировал сам? Нет, он просто терял ее, попадая в наш канал. А что бы могло ему помешать попадать в ваши каналы? Я имею ввиду защиту. Я понял тебя. Да. Что бы могло защитить его от ваших вот этих всех... Высокогерцовая защита. Конечно. Прерывающая ножка. Все верно. Высокогерцовая защита. Хорошо. Я это хотел услышать. Это и называется осознанность, когда человек выставляет тебе защиты и тогда Артур, оно не действует на Артура в этой квартире. Но для этого надо еще дойти. Он говорит, что мы уберем все с окон из комнат, но в коридоре, когда зеркала друг на друга. В какой-то момент портал все равно организуется, и он показывает, что это может быть не канал, как у них, а воронка вниз. Понятно. Хорошо, Артур. Обращаем ваше внимание. Лучше всего уберите эти зеркала вообще, потому что то, что сейчас у вас в квартире, он автоматически откроет по-любому рано или поздно еще портал. Зеркало не должно находиться напротив зеркала. Это портал. Поэтому прислушайтесь к нашему мнению и к этой информации, которую дал рептилоид. Хорошо, рептилоид. Вы все сняли? Да. Хорошо. Так, Бес, ты все собрал? Собрал. Хорошо. Синий дракон, ты все собрал? Плату снял. Все снял. Хорошо. Синий дракон, ты готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте дракона. Один, два, три. И синий дракон уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывай, опечатай, растворяй. Хорошо. Рептилоид с Греями готовы уходить? Готовы. Открывается наверху два портала против часовой стрелки. Один на частоте рептилоида. Один на частоте Грея. И Грея уходит в свой портал. Рептилоид забирает все, что он с собой принес и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готов. Хорошо. У нас черт еще остался. Черт, давай выходи, забирай все свои комочки, одеялки. Все, что ты оставил здесь, я буду все проверять. И возвращайся, докладывай о готовности к проверке. Черт его тренировал. Он в той части комнаты, где у него спортзал небольшой. Гирьки подавал он ему. Вот как. Да, он там присутствовал постоянно. Хорошо, черт. Я полагаю, тебе нравилось, когда он устает и на этой энергии что ты делал? Забирал я все, да? Со спортзала? Да. Понятно, хорошо. Теперь вы, Артур, знаете, почему вы так уставали после занятий спорта. А еще что я оставил? Где твои комочки разбросаны? Нет, это его угол был, там он вставлялся. Одеялки есть? Носочки на ком-нибудь оставил? У него одеялки нет, у него коврик там был. А, свой коврик. Хорошо. А в квартире еще что-то есть на твоей чистоте? У него нет, без был там. Так, кто из вас покажет мне портал? Без ты или он? Какая черта отпуска? Без покажет портал. Хорошо, черт, отпускает тебя назад на твою чистоту, открывается внизу портал на чистоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, Без, давай пошли по порталам, покажем, мы их закроем и соберем всю энергию. Приступай. Он показывает в кухне. Наверху стена, где труба, вот этот угол, портал. Хорошо, по всему периметру этого угла внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И засасывает туда этот портал, вместе с ним фантом портала уходит все, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Готово. Пошли дальше. В ванной комнате. Здесь двух сторон на стенах есть. Хорошо, а по всему периметру пола внизу в ванной комнате открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал с одной стены и с другой, вместе с ним фантомы портала уходят, все наночастицы портала все уносят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Пошли дальше. Упала. Хорошо. Ну, он показывает зал и на окна. Говорит, что были там порталы. А где они еще? Космические. Рептилоиды убрали. А, репты убрали, понятно, хорошо. И, значит, идет в спальню и над шкафом потолок. И по всему периметру потолка внизу, 1, 2, 3, над шкафом открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает туда этот портал. Вместе с ним фантом портал уходит, все наночастицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Входная дверь. По всему периметру входной двери на счет 3 открывается внизу портал в галактическое ядро 1, 2, 3, засасывает туда этот портал, фантом портала и наночастицы. Все на переработку уходит. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Все. Хорошо, отлично. Возвращаемся к клетке все вместе. Да, есть. Хорошо, мы закончили, но ничего не забыли, Вера? Нет. Отлично. И на счет 3 переносимся к входной двери 1, 2, 3. Да, есть. Отключаемся от квартиры и на счет 3 переносимся к его автомобилю. Автомобиль ты видела, на счет 3 ты стоишь перед ним. 1, 2, 3. Да, я вижу автомобиль. Отлично. И я даю команду на счет 3 устанавливаться рядом с автомобилем. Здесь только красный дракон. Красный дракон, ты что, автомобилист или что, я не пойму. Как ты попал сюда вообще, в эту машину? Нравится ему. Ты давно в машине живешь? Энергии нравятся ему. Какие энергии? Его энергии нравятся? Коже. Объясни. Фетишист какой-то, я не пойму. Запах нравится. Да, ты точно фетишист. Я думал, ты какой-то автомобилист, а ты фетишист. То тебе запах нравится, может тебе еще что-то нравится, так ты мне объясни сразу. Как долго ты находился? Атмосфера нравится. Да какая атмосфера, ты в машине живешь? Что ты там в машине установил у него? Как ты воздействовал на него? Движение нравится. Хорошо. Что у тебя в машине находится? У него руль и педали. Понятно. На пассажирском сидении рядом. У тебя свой руль и свои педали. Нормально. Считай цифры над головой дракона. 506. 506. Такого я еще не видел. Дракона. Веселого. Хорошо, дракон. В общем, ты понимаешь, ты находишься на чистке сейчас. И у тебя есть возможность. Или я тебя отправлю на твою чистоту, или я тебя отправлю в галактическое ядро. Куда тебе хочется уйти? Говорит, не пугай меня. Я тебя не пугаю. Ты видишь печать дракона у меня на теле? Давай выходи. Не хочет покидать. Он поет там, когда едет. Ага. Хорошо. Дракон. В общем, давай так. Время – это такой фактор, который очень важен у нас на земле. Я тебе даю сейчас команду. Ты выходишь, снимаешь все, что ты там оставил. Я провожу проверку. И вся эта машина будет залита энергией от мана. Ты там не выживешь. Понимаешь? Так что давай. Поняла. Выходи. Вытаскивай. Ничего не забывай. Если я при проверке найду что-то, я тебя накажу. Но твое присутствие в машине крайне нежелательно. Он убирает педали, убирает руль. И сзади у него еще. Его энергия, похожая на одеяло, но это его энергия собирает. Слушай, ни дома покоя нет, ни в машине покоя нет. Нигде покоя. И во сне еще покоя нет. Музыка нравится в машине. Ну что тебе машину сделать с радио и поставить, чтобы ты на ней ездил? Что ты сам себе не можешь радио включить? Я не понимаю. Те, что обязательно надо в машине сидеть и крутить руль? Ты же можешь в аварию попасть с ним вместе. Вернее, тебе-то ничего не случится. А вот ему случится на физическом плане. Твое влияние и воздействие. Хорошо, что он права не дает. И вообще, зачем тебе ездить? Ну, говорит, зачем ты меня обижаешь? Для этого у меня и педали есть. И руль. А зачем тебе крылья даны? Чтобы за рулем ездить? Ты должен летать, как все драконы летают, а не за рулем сидеть. Давай, вытаскивай все. Да, я и так умею. Он все вытащил. Все вытащил. Хорошо, дракон. Я тебе сразу говорю. Хочу получить, вернее, от тебя слово дракона, что ты никогда больше ни к нему, ни к его автомобилю не приблизился. Много автомобилей. Согласен. Это не дает слово. Дает слово. Хорошо. Все. Готовы уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте дракона. Один, два, три. Дракон забирает все, что он установил и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Клетка пустая? Да. Открываем под ней портал. Галактическая дрон уходит на переработку в чистую первичную энергию. Один, два, три. На счет три. Готово. Отлично. Хорошо, мы здесь закончили. Будем отключаться. И отключаемся от автомобиля, снимая с тебя защитный скафандр на счет три, один, два, три. Открывается портал в галактическое ядро. Скафандр уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И на счет три поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Да, я на месте. Продолжение следует.